МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И расскажет об основных векторах развития регионов в следующем. Выступление пройдет по традиции в Драмтеатре имени Лермонтова. На церемонию приглашены делегации всех городов и районов. Прямая трансляция отчета губернатора Хакасии будет вестись на канале Россия-1 20 декабря с 12 до 14 часов. Сегодня Хакасия закрыла парламентский сезон. Последняя сессия прошла не в полном составе. Из 48 депутатов присутствовало лишь 37. Однако это не помешало принять ряд важных для республики законопроектов. Последний рывок выдался напряженным на повестке более трех десятков вопросов. Прежде депутаты скорректировали бюджет уходящего года. А причина веская – дополнительное поступление из центра. 750 миллионов рублей – бюджетный кредит. Его Хакасия добивалась долго и настойчиво. Наконец, Москва сумму одобрила. Однако новость, на удивление, порадовала не всех. Принципиально против позиции брать кредиты. Такие доводы парламентариев, конечно, не убедили. Федеральные деньги нужны. Их направят на погашение коммерческого кредита, где процентные ставки действительно кусаются. Бюджетный кредит федерального центра выдается, и мы добились таких условий, в том числе для республики Хакасия, по одной третьей ставке центра банка. С учетом уровня сегодняшней инфляции, это практически бесплатные деньги. Поэтому, чем больше их удается приводить на территории республики Хакасия, и они крутятся на территории республики Хакасия, тем лучше. Бюджет 2014 года вызвал меньше обсуждений. По сути, остались лишь редакционные правки. Проект верстали тщательно. Он прошел нулевое и первое чтение – публичное слушание. Впрочем, отношение к главному финансовому документу среди фракций двойственное. С одной стороны, бюджет по-прежнему социальный, охвачены все сферы жизни, и с этим трудно поспорить. С другой – никто и не отрицает. Предстоит сложный год. Дефицит бюджета на 2014 год составил в порядке 3, 3 или более 3 миллиардов рублей. Как вы знаете, что у нас с 2013 года у нас остались долги еще более 5 миллиардов рублей. Эти долги переходят на 2014 год. Долг Хакасии будет увеличиваться. Есть как бы и объективные причины, и субъективные причины. Конечно, есть вопросы у нашей фракции, например, такие, как, допустим, товарооборот, импорт в нашей республике увеличивается в 2014 году. Но, к сожалению, в бюджете мы видим, что налоговая база сокращается. Вопросы задавать поздно. Бюджет принят. Более оптимистичный настрой у динаросов. Причин для паники нет. Как показывает практика, в течение года Хакасия дополнительно привлекает весьма круглую сумму. С федерального бюджета. Я не помню еще ни одного года из декабря предыдущего года, который бы легким казался с точки зрения обеспечения бюджета, роста заработной платы, различных инвестиционных вложений на территорию республики. Бюджет следующего года всегда кажется тяжелым из предыдущего года. И с 2014 год в этом смысле не велика разница по отношению к другим годам. Парламентский сезон завершен. Депутаты уходят на каникулы. Следующее заседание Верховного Совета пройдет уже в новом году. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Как ликвидировать очередь в детсады? И хватит ли у Хакасии сил уложиться в федеральные сроки? Эти вопросы обсудил Виктор Зимин совместно с кабинетом министров и главами муниципалитетов. Демографическая ситуация в Хакасии улучшилась. Прошлый год и вовсе рекордсмен по рождаемости. 20 лет не было таких показателей. Правда, есть и другая сторона. Мест в детские сады на всех не хватает. Задача перед властями до 2016 года закрыть очередь. Для этого, по оценкам специалистов, каждые 12 месяцев нужно вводить около 3000 мест. Сегодня дошкольные учреждения строятся сразу в нескольких муниципалитетах. Есть планы, есть финансирование. Основная часть из федерального бюджета. Но вот осваивают деньги, отметил Виктор Зимин, медленно. Причина в основном одна. Местные власти не могут найти общий язык с подрядчиками. Не хотят контактировать с главой муниципального образования, с министром, с главой региона. Уходите отсюда. Ищите те регионы, где с вами будут работать. Одна беда. Мы не осваиваем федеральные ресурсы. Но бились так за эти деньги. Гордились, что мы попали в эту программу. Глава добавил, если муниципалитеты не в силах наладить контакт с подрядчиками и найти компромисс, переговором будут подключать республиканских специалистов. По плану в следующем году начнут строительство сразу шести садов. Очередь по детям с пяти до семи лет в Хакасии закрыта полностью. Сегодня необходимо обеспечить местами младших дошколят. ЛДПР предлагает законодательно закрепить право авиакомпании не обслуживать пассажиров, допустивших за последние пять лет нарушение правил поведения на борту самолета, создающую угрозу безопасности полета, либо жизни и здоровью других лиц. Всех авиадебоширов предложено вносить в так называемые черные списки. По мнению соратников Жириновского, за последние полгода тысячи людей пострадали от поведения неадекватных пассажиров. Поэтому нужно как можно скорее принимать меры. Инициативу поддержали и авиакомпании. В Хакасском национальном музее начал работу новый зал археологии и этнографии. Первыми экспонаты выставки увидели одаренные дети со всей Хакасии, рассказывает Юлия Константинова. Традиционная красная ленточка разрезана. Теперь экспозиция Хакасия на рубеже эпох будет действовать постоянно. Чтобы любой посетитель смог познакомиться с двухтысячелетней историей региона, выставлено более полутора тысяч экспонатов. Часть из них демонстрируется впервые. К примеру, эти удивительные маски, глядя на которые мы, современники, можем представить, как выглядели наши предки таштыкской эпохи первого-пятого века нашей эры. Нигде в мире, в погребальной культуре ничего подобного нет. Совсем недавно по программе пополнения фондов музей приобрел этот котел, изготовленный в Китае. Каменная стелла с изображением лица была найдена на реке Малая Есь, близ Улуса Гозласов. Впрочем, в каждой витрине, в каждом стенде предметы уникальные, которыми гордились бы лучшие музеи мира. Здесь представлен археологический материал, представлен материал переводов включения нашей Хакасии в состав российского государства, 17-18 века и традиционной хакасской культуры. То, что нам было очень необходимо для постоянных действующих экспозиций нашего музея. Виктория Кулемеева, директору музея-заповедника Казановка, не раз самой приходилось создавать экспозиции, поэтому высоко оценивает и грамотное размещение предметов, позволяющие рассмотреть их с любой стороны и самых выбор. Интересный факт. Такими сетями, капканами, охотничьими лыжами, обшитыми камусом, местные жители пользуются до сих пор. Очень здорово, когда человек может сказать, о моей бабушке или моего дедушке то же самое было. То есть выставка, она простая, понятна всем будет. Я думаю, понравится. Понравится и рекреационная зона. Впервые в Хакасском Кривичевском музее появилось место отдыха для посетителей, оборудованное мониторами, на которых демонстрируются хакасские и сибирские узоры, фотографии и фильмы о Хакасе, древней и современной. Юлия Константиновна, Владислав Кусовой, 200 Хакасия. Свой подарок к Новому году подготовили актеры Национального драматического театра. И это будет не одна, а сразу две сказки. Это интермедиа про новогодние приключения Зорро, а также спектакль «Щелкунчик» и «Мышиный король». Оба представления пройдут 25 декабря на елке для одаренных детей Хакасии. Сейчас идут последние репетиции. Особое внимание постановки сказки Гофмана. Режиссер не случайно взял «Щелкунчика». Это одна из самых новогодних и загадочных историй мировой классики. Знакомую всем легендарную музыку Чайковского дополнят яркие декорации и перчаточные куклы, которые станут равноправными героями наравне с другими персонажами сказки. В этом спектакле у нас есть такой момент, когда такая фишка, что люди загадывают желание. Это в самой повести у Гофмана так заложено. Мысль такая. И также главный герой, один из герой, Дарсель Мейер, в двух моментах говорит о том, чтобы дети и взрослые загадывали желание. И оно обязательно сбудется. Поэтому я посоветовал для семейного просмотра этот спектакль, чтобы все приходили и загадывали желание на следующий год. И оно обязательно сбудется. Я напоминаю, что наши сюжеты вы можете увидеть и в интернете. Адрес вести.дефисхакасия.рф Не пропустите главного. Увидимся на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова